Сегодня мы в гостях у Станислава Линдовера, Линдовера, Линдовера. А вот в русском языке же нет правил, как ударение ставится? Абсолютно. Ну, я бы не удержался, если бы меня называли Кокляев или Кокляев в Израиле. Самое главное, чтобы правильно написали. Мы сегодня в гостях у Станислава, у нашего, как сказать, ветерана бодибилдинга, человек, который пришел в бодибилдинг, не в юном возрасте, а в 30 лет. И доказал тем самым, что бодибилдинг, как спорт, он не имеет возрастных границ и не имеет возрастных начал занятиями бодибилдингом. И с нами наш уважаемый, горячо любимый Руслан Мальцев из города Арзамас приехал на тренировку к Станиславу, он является своего учеником, подопечен. И сегодня... Миш, на самом деле, ты вспомни, как все случилось. Ты мне позвонил, сказал, Стас, Руслана помнишь? Я говорю, конечно, помню. Мы уже встречались до этого. Говорит, вот, очень хочется. Я сказал, Миш, достаточно просто, просто даже смс-ки. Звонок, это много, то есть смс-ки. И вот у нас три месяца, да, Русланович? Три месяца. Три месяца. Ну, вот Миша недавно его увидел, после тоже длительного перерыва в общении. И я у Руслана спрашиваю, мы в скайпе общаемся каждую неделю. Говорю, Руслан, а что Миша? Он говорит, офигел. То есть, в общем... Я позвонил Стасу, говорю, залез. Помнишь Руслана? Он говорит, да, помню, жирный. Вот сейчас... Ну, теперь я боюсь, что тут как-то даже все стало... Попахивает моим физиком. Да, попахивает, да. В хорошем смысле слова. Так что будем реально качаться сегодня. Миш, для меня большая, собственно, честь не качаться с вами. Вот. То есть, ну, реально, знаешь, дожил до тех времен, когда я могу позволить где-то немножко сверху, сбоку, сзади давать какие-то указания. И... В том, чем сейчас и давать какие-то указания. Да, и человек, чьи титулы я так и не смог запомнить, потому что их очень много, будет, оказывается, делать то, что я скажу. Ну, будем пахать. Точнее, вы будете пахать, а я буду созерцать все это. Действия со стороны. Ну, надеюсь, зрители оценят или не оценят. Ну, в любом случае, будем пахать. Поехали. Руслан Валерьевич, ты готов? Готов. Один за всех и все из одного метана. Вышли. Так. Будем делать тренировку груди, а тренироваться будем в формате комплексных сетов. Что это такое? Два упражнения делаются без перерыва, одно след за другим, на одну мощную группу. То есть не антагониста, бицепс, трицепс, а оба упражнения будут нагрузить. Одно будет базовое, другое, по сути, изолирующее. Идея заключается в том, чтобы увеличить интенсивность собственной нагрузки в процессе тренировки. Потому что тот характер тренировок, который мы с Русланом приняли, он не силовой. Нам не нужно поднимать много. Нам нужно определенный промежуток времени. Когда мы сделаем 6-8 жимовых повторений, то есть это секунд 10, и еще где-то порядка 12 разведений сразу идет. Это еще секунд 20-25. То есть у нас подход длится около 35-40 секунд. И основная идея заключается как раз в том, чтобы попасть в этот временной промежуток 30-40 секунд. Либо мы выполняем в одном движении, либо мы сегодня вот такой способ интенсификации выбрали. И он очень хорошо работает. Особенно в рамках циклирования нагрузок, а именно этим мы сейчас и занимаемся. Руслан Мальцев, Араза Маск. Ты представляешь, ты рукой махнул, и тебе 50 грамм слетело. Вообще, было, видимо, 91-500. Пока ехал сюда, схуднул. Почти килограмм. Ну, может, одежда другая. Ты снял украшение, извини, пожалуйста. Нет, нет. Украшение на сколько было? Грамм на 500? Вообще без. Крис только. Без украшения 92-92,5 было. Вообще. Ну, так всегда бывает. Так всегда бывает. Нервничал, просто нервничал. Не надо лет, потому что явно не поместится. Так, ну что, моя очередь? Давай. Ну-ка посмотрим. Ну вот. Нормальный такой вес. Ну вот сколько есть. Да нет, нормальный вес. Слушай, очень комфортно. На самом деле у меня есть 14-15 килограмм. Самый легкий. Самый молодой, самый жирный. Ну, я еще похудел. Вот оно, что я. Я постройнел немножко за самолет, за перелет. Еще, еще. Я думал, что скило 164. А какой был максимум еще? 173-174. А сколько? Первый греемся. 15-20 повторений. Миша, а сколько у тебя лучший жим лежа был? 20. Сколько? 230. Миша, аккуратно. Доводи. Миша, здесь сантиметров 15 между дантелями, чтобы грудь не выключалась. Руслан, Миша, мы сейчас делаем жим штанги лежа. С техникой мы посмотрели, у нас нет никаких разногласий в этот счет. Жмем культуристическим способом. То есть локти не поджимаем в спину, нас интересует грудь. Двигайся чуть туда, глаза находятся под грифом. Снимаем, все. Вес для тебя это пока еще просто разминочный подход. Мокаточки ровненько, не упрямляемые. Ставим. На разведение. Вес 60, поставим. По двадцатку. Значит, аккуратно, не бросая руки. И не сводим контейнер. Двенадцать повторений. Ложки свои грудельки в сторонку подкладываем. Сколько отдых между подходами? У нас получается порядка двух минут отдых между подходами будет И этому тоже есть объяснение Но, конечно же, еще есть понятие индивидуальной способности к восстановлению И в идеале, если бы был пульсометр на руке, надо было бы смотреть на него И выходить на следующий подход на пульсе, который равняет состоянию покоя плюс 25-30% То есть, ну, если состояние покоя, пульс... Мы только что у Миши мерили, по-моему, 71 удар, если я не ошибаюсь, но он не упал Значит, на новый подход ему нужно выйти с пульсом где-то 90 ударов Обычно двух минут для этого времени достаточно, полтора-две минуты Никогда не видел, я почему прошу у Руслана убирать гантели Никогда не видел истории, когда вот так вот одна гантеля стоит И после очередного подхода как-то вот так вот Ну, я просто видел, когда стояла маленькая гантеля И из четырех пальцев остался один То есть гантеля там была достаточно тяжелая, 40 килограмм И вторая гантель стояла вертикально, маленькая, металлическая И, роняя гантелью, да, то есть человек просто расплющил все пальцы Я просто видел своими глазами, и теперь я вот в этом отношении Да, их просто... Они на самом деле просто откатило, они больше уже не мешают Казалось бы, мелочь Все ровненько, красиво, амплитудно Руслан, груди не касаешься, почему? Потому что болит, гибкости не хватает Или просто привык Касаемся груди, все-таки касаемся Все ровненько, молодец Я сейчас трехразовываю, у меня тренинг у меня Тренер вот план пишет Вот я сделал Таким образом скобанованный сентябрет 14-го числа делал Ну вот у меня здесь, смотри У меня же английские тренировки, потому что тренер сказал Чтобы вернуть силу, надо начать штанги Тренер тяжелоклет? Да, мой тренер Александр Александрович Мусаев Он сказал, что чтобы вернуться обратно в строй Нужно начать с того, с чего ты начинал Начал я со штанги, вот умеешь Жим обратно, хватом рот, рывок осередины, бедра, тяга, рывковая То есть все равно специфические тяжелоклетические упражнения? Только штанга сейчас Я сейчас спрашиваю, сколько ты сейчас тянешь? А я говорю, а вот что я вчера тянул Сто пятьдесят, рывковым хватом, три по три Все Но сейчас, я так понимаю, что мощи есть больше, да? То есть это не в отказ, а не субмицемальный Нет, это просто по плану Я сегодня просто делаю грудь Просто, ну, качнуться решил А так у меня трехразовые тренировки Понялись всегда пятница И сегодня я с вами просто Просто решил качнуться Просто в реальной качалке А сколько занимает по времени такая тренировка? Полтора часа Полтора часа? А сколько интенсивно? То есть время отдыха или ты не... Дыхание восстановилось, и вперед Ты открывал ночь Все, что могли позволить Маски срывал прочь Душу держал вне моря Пусть на щеке кровь Ты свалишь на помаду Чёрту барьер слов Ангелу слов не надо Так вот, к человеку Между прочим, так 40-42 годика будет 42 декабря месяца Нет, нет, я... Сейчас я... Причем, то, что должно было получиться То и получилось, появились плечи Руслан, пресс покажи Покажи пресс Покажи пресс А стыдно? Подсветка хорошая Не, 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 ну, Миш, ну, у меня, например, сейчас У меня существенно больше Вот если сейчас водичку бы слить ему Ну, конечно Я за неделю залил У меня неделю назад Здесь практически ничего не было Вообще полосатая была Ну, немножко поменяли сейчас характер тренировок Характер питания Чуть-чуть, вот, за неделю залил Да Ваш подказ Если можешь семь Пусть семь Можешь восемь 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 Три, четыре А мы не ангелы пари Нет, мы не ангелы Темные двари И сорвали планки нам И если нас спросят Чего мы хотели бы Мы бы взлетели Мы бы взлетели Мы не ангелы пари Нет, мы не ангелы Там на пожаре Утратили ранги Мы Нету к таким Ни любви Ни доверия Люди глядят На наличие перьев Мы не ангелы пари А зачем делать ватказ? А это рабочий подход Просто мы не рассчитали немножко Изначально мы думали Что стоит и будет рабочим А выяснилось Что он мог бы сделать и сто двадцать В следующем упражнении Пойдем на тренажер То есть там не будет существенно У тебя все Ты уже накачался На сегодняшний день А у Руслана еще один бонусный подход Ну потому что он сделал 100 на 13 Что является, кстати говоря На сегодняшний день его рекордом Кстати говоря На таком количестве углеводов Пожать можно, кстати говоря Только на эмоциях У меня практически все лучшие рекорды Были на камеру Ну потому что есть определенный кураж Настраиваешься и что-то делаешь Ну правда на камеру было Чуть я тридцать не оторвал Я думал, что у тебя Тоже были такие Нехорошие моменты А Руслан Сто двадцать или сто десять ставим? Давай сто десять На шесть раз? А что? В отказ будем делать Давай сто десять Сто десять Потому что двадцать я думаю Раз на пять сделаешь На четыре Там сейчас достаточно мощно выложить Тоже добраться четыре сделаешь Водички попей, пожалуйста Пятерки Да, пятерки Подержал рука Буквально секунду подержал Почувствовал вес И поехали Мощно Опустил стрельну Раз Два Ноги на полу жестко Три 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 И вместе Три И последний Четыре Мощно Ноги держим Молодец Поздравляю Три 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 Кап Три 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 Изоляция, изолированное движение это не синоним Этот жим тренажера является многосуставным Здесь полноценно работают три сустава И оно ничем не отличается от жима штанги под углом Я бы сказал, этот тренажер имитирует жим гантелями под углом Соответственно, здесь нагрузка в большей степени приходится В большей степени, еще раз говорю, на верхний сегмент груди И сразу же мы идем на сведение в кроссовере Где, опять же, движение здесь уже будет изолирующее И, соответственно, большая часть нагрузки будет приходиться на нижнюю часть груди То есть мы сделали два упражнения, опять же, условно делим грудь У нас середину, вверх и вниз Хотя, ну, анатомически там нет никакого деления Но мы сделали два упражнения, которые работали преимущественно воздействовать на средний сегмент груди И два упражнения, которые одно из них на верхний сегмент и одно на нижний Я тренирую в статусе Это звучит как ругательство или надругательство над классическим тренингом Но я провожу эксперимент, об этом знают близкие мне люди Руслан знает И основная идея заключается в том, чтобы доказать или не доказать Ну, я не знаю, получится у меня или нет Что тренировки с умеренными весами С умеренными настолько умеренными, что в обычном формате это воспринимается как ОФП То есть, примерно с 30% интенсивность, то есть, при выборе снаряда, веса снаряда И тренировки с большим объемом выполненной работы могут позволить Я не питаю иллюзий, что на этих тренировках можно расти Ну, считывая мой мышечный, уже мышечное развитие Но основная идея заключается в том, что доказать или показать людям, которым поставили диагноз Ну, случилось несчастье У одного гипертония, у другого порог сердца У третьего связываются суставные какие-то проблемы Ну, все Для человека это тупик А человек занимался 20 лет, ну, предположим Между что обычно люди идут? Они бухают Человек уходит из спорта У него высвобождается вот такой кусок времени Человек жил определенными ритмами, да, то есть Они начинают пить, в конце концов И я видел массу людей, которые уходили по той или иной причине И в итоге уходили из жизни Ну, потому что вот жизнь ломалась, потому что у них была отдушина эта история Дай бог, чтобы система Стаса Лендовера родилась Моя задача, на самом деле, показать И уже есть определенная такая информация к размышлению, что да, это возможно Просто и самое интересное, знаешь, кто мои клиенты? Не мои клиенты, а те, кто прислушиваются ко мне Это взрослые люди, как Руслан Ему, по сути, да, я его в рамках силовой недели, я им говорю Слава, надо сегодня пожать немного Но нет никакой задачи стать чемпионом в жиме штанги лежа У нас штанга это инструмент Мы хотим пожать, там, свои 6-8 повторений И если он получится добиться, у него мышечного развития при жиме 100 кг На вопрос, сколько жмешь, скажи 140 Ну, кто не поверит? Ну, скажи 150 Ну, конечно, маханет на 200 туда, 250 скажет Нет, что-то как-то не вряд ли, да А плюс-минус, ну, эти цифры, ну, кому они интересны? И 18, 20, 25 лет для ребят это, конечно, очень принципиально Ну, ты вспомни, заветную сотку Я не знаю, у тебя была, наверное, не пожать, но пожать сотку Присесть, два собственных веса Ну, я в свои времена помню, да Какие-то там, выполнить какие-то соотношения Это была, там, не знаю, задача То есть, у нас тренер говорил Кто там не присядет, тот не мужик Кто там не прыгнет с места, там, 2,8, здесь не мужик Не пробежит, там, сотню из 12 секунд не выбежит, не мужик Нам очень хотелось быть мужиком Нам было 15-16 лет Я не знал, как мужиками становятся в те времена То есть, выяснилось, что не так мужиками Со временем выяснилось, что Ну, я имею в виду, биологически, биологически Мужчина становится по-другому Но очень хотелось от тренера сказать Молодец, ты мужик А сейчас мои клиенты, это люди 35, 40, 45 и 50 лет Они уже доказали в тем, что они мужики Они в основном состоявшиеся, состоятельные люди Им вообще плевать, сколько они присядут Они хотят продолжать дальше заниматься Они хотят быть здоровыми И сохранить мотивацию, что самое главное Потому что отсутствие прогресса какого-либо Это ноль мотивации, все Человек опять уходит из спорта И опять мы его теряем Поэтому осталось эксперименту моему Три недели Ну, для того, чтобы он был состоятельным Четыре месяца и дальше Состоявшимся, да Гни свою линию Гни свою линию Гни свою линию Горят огни Сверкают звезды Все так сложно Все так просто Мы ушли в открытый космос В этом мире Больше нечего ловить Остань гни свою линию Гни свою линию Гни свою линию Горят огни Гни свою линию выключателем или включателем, да, то есть вера, ненависть, ну, если это нормальное чувство, главное, чтобы они были не конкретной личностью, да, можно, знаешь, какому-то событию, да, там, я против или я за, я скорблю или я радуюсь, если все это повышает выброс соответствующих гормонов, и человек может интенсивность или объем тренировки увеличить, да ради Бога, слушай, локоточки. Ну и что сейчас за упражнение будет? Мы делаем, по сути, третье упражнение, но первые два блока у нас стояли с двух упражнений, поэтому формально мы делаем пятое упражнение и последним, заключителем нашей сегодняшней тренировки мы сделали два супер-сета комплекса, точнее, сета жим-штанги, лёжа, разведения с гантелями, мы сделали жим в тренажёре, сведения рук в кроссовере, и последнее у нас будет уже пятое упражнение, потому что дополнять его каким-то еще сетом, ну, просто уже, Миша уже не может, а Руслан сегодня выложился на 200 процентов, ну, я реально, то есть, ты сам-то когда-нибудь так тренировался? Что? Сам-то тренировался настолько и под силу в отказ, сам так не потренируешься, я просто знаю, не потренируешься, я могу точно сказать, что единицы людей могут тренироваться полноценно без партнера, без тренера в отказ, и причем сохранив вот эту вот постоянную интенсивность на высоком уровне, ну, если организм позволяет, конечно, потому что нет настроения, не знаю, поругался с супругой, не знаю, магнитной бури, ну, хрен знает, что может случиться, и все это откладывается именно на вот такой нервно-мышечной связи, а здесь какая нервная мышца? Кокляев здесь, реальная качалка здесь, ну, недовер здесь, недовер здесь, дюши метелки в сердце, да, поэтому шансов-то нет у тебя с халяви, так что мы делаем четвертое упражнение, точнее, пятое упражнение, но третье у нас в комплексном сете идет, четыре подхода будет, в каждом подходе вес будем увеличивать, диапазон вторения, Руслан Ильич, восемь-десять. Почему именно это упражнение заключающее? А у нас, к сожалению, не такой большой выбор, мы только что сделали два упражнения схожих, мы здесь поставили скамеечку таким образом, чтобы движение немножко под другим углом было, у нас, по сути, все упражнения на грудь, это упражнения, связанные с приведением руки, то есть мышцы груди делают вот так, относительно вертикальной оси, поэтому любое движение, либо сведение, либо жим, оно в любом случае будет повторяться, у нас два варианта есть, жимы вверх, жимы горизонтально и жимы под углом вниз. Мы сегодня сделали и горизонтально два упражнения, сделали упражнения на верх, на верхний сегмент груди, на нижний, и еще раз верхний сегмент груди, но опять же, по одной простой причине, что традиционно у спортсменов визитной карточке, особенно вот сейчас Руслан стоит, да, является верх груди, то есть он достаточно мощный, черт как червчин, и при отсутствии вот правильно выстроенной тренировки, он обычно пропадает, мне очень много пишут людей, как мне развить или как мне перепланировать тренировку, чтобы акцентировать на верх груди. Ребят, по смыслу акцентировать, именно таким образом они должны, то есть строится соотношение два к одному хотя бы, поэтому у нас сегодня два упражнения на верхний сегмент груди, два упражнения на средний сегмент груди, и одно упражнение мы сделали на нижний сегмент груди, это сведение в кроссовере. Руслан, почему ты решил обратиться к Стасу? Я знаю, что у Стаса обладает методикой круглый год в форме. Обычно все бодибилдеры надуваются, надуваются, надуваются. У меня у самого одежда на два сезона. Сезон на массе и размер одежды, когда на сушке. С Стасом познакомились, мне сразу говорят, что не надоело надуваться, сдуваться. Я уже, Стас, надоело. Больше этого не будет. Будешь круглый год в форме. И действительно так оно и есть. Но пока же только три месяца. Три месяца. За три месяца такое перевоплощение произошло. Я в шоке. Я годами тренировался и на одном и том же уровне был. Такой прорыв за три месяца. Супер. Стасом, беремся практически процентов. Да, Мишка берется максимально широко, а потом вот здесь. Стасом, логоточек чуть ниже. Жмем вот сюда. Голова ровная, с выдохом. Поехали. Здесь батарейки. Подплечи не задирай, постарайся делать это. Вот не надо заводить туда. Вот сюда логоточек. Вот. Хороший. Хороший. Дебилдинг – это мое хобби. Занимаюсь с 14 лет. Мечтал стать похожим на Арнольда Шварценеггера. Вот одна из причин. Вторая причина, самая главная – это показать примеры детям. У меня их два, два пацана. Лучше такой пример, чем валяться пьяным под забором. То есть вот. В чем мотивация вообще занятием бодибилдингом, если как бы не выступаете? А я хочу выступить. Всю жизнь мечтал выступить. Придется, наверное, в старости лет 45 выступать. Монсфизик вместе с Сергеем Николаевичем Бодюком. На одной сцене будем трясти стариной. Вот 14 лет – это, получается, всегда или все-таки перерывы были какие-то? Перерывы были. Были перерывы. Три года в армии служил, в подвойной лодке. Там не было возможности заниматься. Был перерыв. Такой один серьезный атак. Ну, легкие перерывы были на лето, сезон. Три месяца. Заниматься лень летом, жару. В общем, в основном, это все тренировки для поддержания формы, ну, для красоты тела, скажем так. В основном для красоты тела, да. В основном, да, для красоты тела. Бодибилдинг, строительство тела в боди. В Дибилдинге, как Станислав Ледовер выразился, мы же нарциссы, любим любоваться собой. В фарме очень великолепно. Фармочку люблю. После сорока можно принимать? После сорока я лечился тут, ну, как лечился, проверялся у эндогринолога. Девушка была, сама занимается фитнесом. Она сказала вам, ну, как вам, мужчинам после сорока на фармах просто необходимы. Даже если вы не занимаетесь тяжелым, тяжелым атлетикой, ну, тяжелым видом спорта. Даже если вы не принимаете штанги, просто живете, ведете, ну, обычный образ жизни. Вам нужна тестостерон извне, поддержка нужна, обязательно. Ну, тут стоит заметить, наверное, что в умеренных дозах, естественно. В умеренных, в умеренных. А то кто-то послушает и начнет себе 3 грамма в неделю ставить. Она мне прописала один раз в 10 дней инъекции сустанона 250 смеси эфиров и тестостерона. На протяжении какого срока? Она говорит, я даже сама себе делаю. Раз в 10 дней сустаноном 250 см. Он говорит, он просто необходим. Не, но он как, на постоянной основе или все же с отдыхом? Как она сказала? Она сказала, на постоянной основе. Постоянно и до конца жизни. После 40 лет. Такой молодой современный доктор. Ориентированно на 6-8, сделаешь 10. Молодец. Ряд ли. Подкаст. Все, это последний рабочий подход. Чуть-чуть пошире возьми, пожалуйста. Поехали. Молодец. Молодец. Реально сильный. Русик, я никогда не видел, чтобы Услан поддирался, сколько я его знаю, сколько я с ним знакомый, я не видел, чтобы он пахал. Я первый раз видел, как он кайфует и все. Сделали мы два упражнения объединенного в один сет. Это жимштанги лежа с гантелями. Делали порядка 6-8 повторений в первом движении, 12-2. Время отдыха между подходами старались соблюдать порядка 2-х минут. Вот. Следующим у нас движением был жим в тренажере в блочном снаряде под углом и сразу же сведение в кроссовере. там же тоже мы выполняли 6 повторений, 6-8 повторений в первом движении и 12-2. Совокупно у нас получилось около 20 повторений и время подхода где-то секунд 40. Так что старались время отдыха сохранять около 2-х минут. В первом базовом движении мы всегда увеличили вес, во втором вес оставался неизменным. В третьем упражнении мы пожали уже в тренажере одним единственным движением жали в отказ. Это по сути имитация жима гантелями. Снашка, давай оголяемся. Ну а что же? Если вдруг когда-то соберешься, придется перед несколькими сотнями людей. Так, ну-ка дай-ка я тебя увидю в зеркало. Ну-ка встань, держусь я. Снашка, попробуй двойной бицепт покажи. Смотри, теперь я, с вашего позволения, уже не молодой, явно не в форме, но все-таки все-таки попробую. Саша, смотри, ты должен вначале включить спину, только потом включить руки. То есть ты поднимаешь руки, у тебя исчезает спина. Ты вначале включаешь спину, только потом включаешь руки. Поэтому широчайшее включено у тебя. Просто включаешь руки. Вначале живот включил, но мне просто нечего включать, я жирный, у тебя есть чего включать. Вначале живот включил, включил спину. А теперь просто смотри, вот спина, просто подними руку, доставь спину. Видишь, широчайшая осталась. Она не болтается, она включена. Вторую руку. И немножко подсел на спину, как будто бы ты делаешь, допускай, давил октями вниз. Давил октями вниз. Широчайше включать. Чуть больше локоточки. Вот сюда. И живот не выключай, не теряй живот. Спина провалялась. Спина, она должна быть выведена широчайше. По-моему, вот эту назад. Да. Вот сюда. Надо учиться спинам. Давай бицепс двуку покажем самый простой. Тут не сложно, да? Ну, ноги нас сейчас никто не увидит. Смотри, ровненько. Размазал бицепс. Все очень просто. Она вообще не напрягается. Размазал бицепс. Стань зеркал, чтобы тебя видеть. А если не напрягать, просто размаживать его. И без напряжения просто задумать. Вот просто. Грудь растянул. Именно растянул ее. То есть, чтобы полностью. Не включая его. И немножко включился, чтобы косые были видны. Молодец. Молодец. Задней дельты, Руслан. Пока еще задней дельты не хватает. Не хватает ее вот именно. Вот эта наворочилась, если что, вот отсюда. Вот это кусочек. Ну, в целом, молодец. В целом, молодец. Одевайся. Химия, зло. Бесконтрольно используемую фармакологию зло, конечно. То есть, на твоих семинарах? Абсолютно. Эта тема закрыта. Ну, по одной простой причине, что я, а, не являюсь реально хорошим специалистом в этой области. Я не могу дать дельного совета. То есть, такого, который был бы универсален. И гарантировать, что это не является каким-то серьезным. Не будет являться серьезным грядом для организма. И, в основном, задают вопросы не профессиональные спортсмены. Спортсмен, который уже готовился, он понимает и адекватно оценивает все риски. А 18-17-летний пацан, для которого Котляев является лендоверным, является авторитетом. Он скажет, ребята, нормально. Поэтому мне проще избегать этой темы, дабы не появлялось никаких злословий. И сейчас очень многие, ну, различные паблики в интернете есть. Ребята выступающие, ну, классные ребята. И они расписывают свои курсы. Я считаю, вот это делают. Вот именно свои курсы. Потому что я, во-первых, читаю, понимаю, что там зачастую, ну, в общем, глупости написано. То есть, такое делать не нужно, нельзя. А во-вторых, все-таки для многих это является таким чуть ли не инструкцией по применению. Конечно, там будет написано снизу, наш ресурс не одобряет использование фармакологических препаратов. Каждый выбирает свой путь. Я стараюсь немножко быть обособленным. Поэтому я послушаюсь старшего товарища Санислава Лендовера и больше на своих семинарах с сегодняшнего дня. О фармакологии я говорить ничего не буду. Всем, кто успел послушать мои лекции про фармакологию, вам повезло. С сегодняшнего дня уже, да, все что угодно. Диета, система подготовки, мотивация, еще что-то. Миш, сбиваются ориентиры. Они начинают понимать, что, оказывается, если я всегда говорил и говорю, что 70% это работоспособность, дисциплина, генетическая одаренность, методология и в соревновательной дисциплине. Ну, вот я, еще раз говорю, называю цифру, 30% это фармподдержка. У них появляется ощущение, что все с точностью наоборот. 70% это фармподдержка. А программа тренировок, программа питания это 30%. Ну, там, кое-как оттренируюсь. Зачастую переубеждать, у меня нет ни желания, ни сил, а наводнять уму молодых людей в такой информации не готов. Хотел бы выразить огромную благодарность. Спасибо сказать огромное, большое, огромное гигантское спасибо Станиславу Лендоверу. А ты, потому что благодаря ему я остался в этом спорте. Почему? Потому что хотел бросить к черту. Годами занимаешься, занимаешься на одном уровне, не находишься на одном уровне. А благодаря Станиславу буквально за три месяца я преобразился. Ну, на самом деле, да. Какой-то уникальный случай, не понимая. Я в шоке. Это просто мишки. Осенью еще был такой, это, трещок. Тебя такой жирный трещик. Да, жирный трещик. То есть, мышц не было. Не, Руслан, мы с тобой видели в последний раз в нижнем. Это месяца два назад было. Ну, конечно, визуально, конечно, то, что ты не присылаешь фотографии. Это одно. Внешне ты, конечно, очень круто занимался. Я думаю, что до лета мы еще немножко, килограмма три в массе набавим. И уберем немножко жира. И зрители не видели, но Миша-то знает. И я знаю, надо ноги. Можно ноги? Ну, это всего лишь просто у нас специализация была не на ноги. У нас специализация была сейчас на плечи. Кстати, у меня вообще не было никогда. Вот такая фигура была. Сейчас хоть что-то появилось. Для чего была сегодняшняя тренировка проведена? И как часто ее вообще стоит включать в свою тренировочную программу? Ну, сами по себе комплексные сеты, повторюсь, это два упражнения, выполняемые на одну мышечную группу без перерыва. То есть, практически одно следом за другим. Обычно выполняется одно базовое упражнение, одно изолирующее. Суть самого по себе комплекса сетов в увеличении интенсивности тренировочной нагрузки. То есть, время под нагрузкой. В данном случае мы говорим о времени. Не о рабочем весе, а о времени. Что нам это дает? Сама по себе такая тренировка достаточно серьезно воздействует и возбуждает центральную нервную систему, эндокринную систему. Достаточно мощно воздействует на связочный суставной аппарат. То есть, это, в принципе, такая тренировка, которая обычно ставится в конце цикла. То есть, если цикл стоит из трех или четырех недель, мы будем говорить сейчас просто. Тренировки бывают легкие, тренировки бывают высокоинтенсивные, тренировки бывают объемные. Я называю это статодинамические тренировки, гликолитические тренировки, либо силовые тренировки. Называйте их как угодно. Так вот эта неделя или вот этот характер тренировок, он обычно является заключительным. Это как сумма этих слагаемых. Поэтому тренироваться таким образом можно и нужно не чаще, чем один раз в 4-5 недель. То есть, грубо говоря, в месяц. И сам по себе объем и интенсивность тренировок, интенсивность нагрузки определяется возможностью вашей центральной нейросистемы, эндокринной системы отвечать на эту нагрузку. Сегодня вы видели тренировку грудных мышц, но точно так же мы устраиваем тренировку для бицепса, трицепса, плеч, ног. То есть, любая мышечная группа может тренироваться по принципу комплексных сетов. Поэтому вся неделя, вот у Руслана в частности, в его цикле будет именно так выстроена. То есть, в следующей тренировке будут ноги, в следующей тренировке будут плечи, в следующей тренировке будут руки. И каждая из этих тренировок будет выстроена по принципу комплексных сетов. Эта неделя у него повторится, скорее всего, через 5 или 6 недель. Вот такая вот схема. Сегодня в Зарубе с Кокляевым Станислав Линдовер и Руслан Мальцев зарубаются в выпивании протеина на скорость. Через рот. Через рот. Раз. Два. Опа. Нифига себе нет. Не, ну Русик все равно улучшился. Там потом можно будет увидеть, как ты это делал? Конечно. Это там только и будет видно. То есть, качалка будет. Eisговер сказал привет и до свидания. Прости, нет. Конечно нам рассказывает, как был